Субтитры сделал DimaTorzok 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 О! О! Приветствую вас, друзья! Добро пожаловать! Через некоторое время Якудза удалил меня из друзей, как он всем говорил случайно, но он так говорил лишь по одной причине. Он хотел сыграть совместный стрим с Левкиным и не хотел конфликта со мной. Однако, теперь понимая, что этого стрима не будет, он поменял свою точку зрения на более выгодную ему и заявил, что удалил меня по причине того, что не нужно было трогать мою нацию. Бедный обиженный мальчик. Ну что ж, не велика потеря, вот только давайте разбираться в деталях. Я, если кто не знал, родился в городе Ош, это республика Кыргызстан, и всю свою жизнь до практически 20 лет я жил в многонациональных республиках. Я жил во Владикавказе, Моздоке, большую часть своей сознательной жизни я прожил в Адыгее, где у меня было огромнейшее количество знакомых и друзей адыгов. И я благодарен этому, ибо знать, насколько наша страна многонациональна, это прекрасно. К чему я это говорю? К тому, что я никогда в своей жизни не позволял нигде ничего плохого говорить про нацию, ни про какую. Ибо нет плохих национальностей, есть плохие люди, и они есть везде, на всем земном шаре. Я думаю, все адекватные люди это понимают. Когда я пришел играть в PUBG Mobile, это был 13-14 сезон, я вообще ничего не знал об этой игре, и о комьюнити, и о стереотипах, и вообще мне не было никаких мыслей. Когда я играл в ПК PUBG, мы просто играли, нам нужно было ползать в траве, мы ползли, нужно было отправить в лобби с кулака, мы это делали, и никому в голову не приходило, что это плохо. Однако, в мобильном PUBG сформировался за годы игры свой какой-то огромный свод правил. В ТДМе это были одни правила, в снайперских учениях другие, в самой игре третьи, сажать на кулак это обидно, брать пистолет в снайперках, и группы. Те, кто играют с первых, мнение о си... Сколько под... Лично на это обижаться не буду, это... Всего лишь его озвучил, порофлил. И я вам больше скажу, я захожу в ТДМе, с ним у меня... Чего? Можете ставить мне дизлайк и писать, что я не прав, что якут за топ, это ваше дело. Моё мнение об этом человеке изменилось, и, к сожалению, не в лучшую сторону. Хап, хап, Севест. Севест, брат. Севест, брат. Севест, смотри. Почему я тебя удалил... Именно я тебя удалил с друзей? Смотри. Ладно. Хазар Барман. Баран. Хаз, Барман. Сколько бы ты меня не оскорблял, сколько бы ты меня... Вот почему до нас всегда, когда я говорю, до нас приходит, билет. Билет, смотри. Типа, хапи, сына тебя хочет. Про него вообще не говори лучше. А, не, ну просто моё высказывание, брат. Понимаешь, типа, почему я его удалил из друзей, потому что я вообще не помню, почему я удалил всего из друзей. Когда он сказал про узбеков, мне стало обидно. Ладно, мне стало реально обидно, но после того, как он сделал видос, что он извиняется, я его простил. Типа, я не простил его, все узбеки, возможно, его простили. И я удалил его, я реально вам скажу, не помню, почему я его удалил. Я реально не помню, почему я удалил, без причины, просто так. Я очищал, так, список друзей, и, возможно, Севеста тоже удалил. Не только Севеста, но и Каноху, но и других стримеров. Почему именно Севест, я Севест не говорю, просто почему ты обижаешься просто так, что... Просто напиши мне в инстаграме, якутза, блядь, ты меня удалил из друзей, давай я тебе кину запрос. Хорошо, я тебе плохого ничего не скажу, брат. Я тебе ничего не скажу плохого. Ты... Ладно, фиг с ним, Парофлу обозвал мою нацию, но на зло я... Мы на зло с злым не будем отвечать. Ты мне написал бы в инстаграме якутза, вот, что на то, что на то, там, добавь меня, друзья. Хорошо? И вы сейчас думаете, что это отмазки? Вы реально думаете, что это отмазки? Я про Севест вообще плохо не думаю. Я реально про него плохо не думаю. Я просто так, я просто так, типа, очищал друзей. Я клянусь, ребят, я не вру, я не вру. Рядом там хлеб стоит, я не буду врать. Я очищал друзей и, возможно, Севеста удалил. И если бы Севест мне написал, брат, ты меня удалил из друзей. Мне Каноха даже написал, типа, ты меня удалил из друзей. Я ему сказал, давай я тебе добавлю снова. Если бы ты мне написал и не все вот это, не строй был, вот эту вот, всю вот эту суету. Я тебе без каких-либо причин. Если ты хочешь хайпить, хайпись, брат. Если ты хочешь хайпиться, хайпись. Но я в тебе никакую обиду не держу. Если ты хочешь реально быть у меня в друзьях, но и раньше мечтал. Я раньше мечтал, чтобы я у тебя в друзьях был. Если ты теперь мечтаешь у меня в друзьях быть, то это давай, без проблем. Я тебе добавлю, брат. Потому что у тебя больше подписчиков, потому что у тебя больше аудитория. И я не скажу, что я там супер популярный. Нет? Я не понял, почему ты просто начал обижаться реально. Ты меня называешь обиженком маленьким мальчиком, когда ты сам говоришь, что типа ты обижен... В этом случае ты обиженка, Севестов. Ну ты уже в возрасте, ты уже большой мужик, брат. Я должен на вы тебя. Хорошо, на вы буду. Вы уже большой человек. Но в этом случае вы обиженка, брат. Я про вас ни разу плохой не говорил. Я ни разу про вас ничего плохой не говорил. В вашу сторону ничего плохой не говорил. А вы меня просто так взяли и обматерили. Не обматерили, а все вашей аудитории сказали, что я зазвитился. Это хорошо. Это хорошо за спиной говорить. За спиной. Это бабское дело. Реально, это бабское дело, братан. Так что я тебе пожелаю удачи, брат. Если хочешь у меня в дружжах быть, то добавляйся. Я тебе с большим удовольствием там стрячу, да, вот этот чайокчик с тебе тело. Плов тебе дам. Если ты в Кыргызстане был, я тебе еще курт дам, брат. Все тебе сделаю. Просто не надо за моей спиной говорить много плохого, которого ты не знаешь. Давай. Удачи тебе. Береги своих близких. Омадимберс. Кот, ребят, код я покажу вам на 7 тысяч лайков. Вы у меня всегда просите код, но я вам код покажу на 7 тысяч лайков, брат. Давайте не будем про Севеста ничего говорить, ребят. Он, возможно, ну, всякое бывает. Мне просто не понравилось, что он за моей спиной, если только на себя, когда она говорил, типа я зазвитился. На самом деле, когда он в возрастах не понимает, что мне 16, ему там, не знаю, 30, и он не понимает разницу в возрастах, что давай там 15-летнему парню дам такую аудиторию, у него такая вот нагрузка будет, давление, и справишься ли ты? Эй, справишься ли ты? Ты по-любому 16-летний смог справиться с этим, я тебе отвечаю, брат. Ты уже в возрасте, и из-за этого поменьше надо за моей спиной что-то говорить, брат. Я тебя уважаю, я тебя люблю, и желаю всего хорошего. Ребят, не надо про Севеста говорить плохой, ребят. Я реально, не надо Севеста оскорблять. Просто он сказал то, что он вообще не знает. И за моей спиной он сказал, что вот это некрасиво, вот это неуважительно к моему, мою сторону. И, ебать, что за детский сад? Удалилось друзей, и нужно плакать. Я не понимаю, Севеста, что с тобой, брат? Я не говорил за твоей спиной. Ты написал комментарий в тик-токе, который все изменил. Под роликом, где залили мой кусочек стрик. Пожал на мой комментарий, просто мою нацию не надо было трогать. Так я, братан, не помню, за что я тебя удалил. Потом я по рофлу написал, просто мою нацию не надо было трогать. Севест, понимаешь, братан? Я, конечно, это детский сад, то, что у нас сейчас происходит. И ты и я, мы уже, реально, ты уже взрослый, реально. Ты уже возраст, и я тоже молодой. И эта тема, которую мы сейчас обсуждаем, это детский сад. Я вот пятилетних мальчиков, шестилетних мальчиков. Удалил из друзей, нужно делать видос про меня. Это ты думаешь, красиво, брат? Ты мне написал бы в инстаграм, ты связал бы людей, которые ты знаком, ты знаком или я знаком, я тебя по-любому добавлю, друзья. Ну ты начал какую-то тему мутить, реально, как будто преступлением, как будто ножами это ударил, убили кого-то, реально. Даже в суде так не разбирается, как мы с тобой разбираемся, братан. Реально, детский сад, и не в обиду тебе, и не в обиду всем. Реально, детский сад, который ты сейчас в тему замутил, я это понимаю, если бы там кулаками тебя побил бы, если бы ты реально, прям мне в глаза сказал бы, узбеки чё-то, чё-то, чё-то. Вот тогда реально тема была бы, а сейчас вот эта тема, реально детский сад, ёбаный, я слишком много говорю сейчас, потому что уже язык болит, заебался. Я сделал ролик не из-за удаления, смысл не в том, а из-за комментариев, где ты сказал за нацию, выставляя меня нацистом, сначала говоря, что отдалил случайно, а потом мне тысячи людей, говоря, из-за того, что я там кого-то оскорбил. Просто большое, просто больше сам не поднимай эту тему, и всё будет нормально. Ты прав, я старше тебя в два раза, именно поэтому я зашёл к тебе на стрим и общаюсь с тобой, понимаю, что в 15 лет мне всё можно вывести. Надеюсь, мы друг друга поняли. Ой, Силэс, ты, братан. В два раза старше меня, брат. Мы оба, конечно, должны понимать друг друга. Я тебе, как братья, понимаешь, ты мне должен урок давать, ты мне должен правильные советы по жизни давать, понимаешь? Я люблю общаться с людьми, которые старше меня. Учи меня новому, давай мне советы о чём-то жизни, давай мне советы, и то, что ты не знаешь, я тебе буду советы давать. Мы не должны ссориться, бля, мы все контент-мейкеры, холи мы должны ссориться за какую-то хуйню, честно, брат. Надеюсь, всё будет хорошо у нас, брат. Я тебя тоже люблю, обнимаю, целую, и надеюсь, ты меня, друзья, добавишь, брат.